Здравствуйте, это вторая часть видео о развитии медицинского тела в Древнем Риме. Лечение в Терме. В Древнем Риме до 3-го, 2-х веков до н.э. считалось, что для поддержания здоровья вполне достаточно посещения горячих бань Терн. По своему желанию посетители могли выбрать помещение с сухим или влажным жаром, в которых полагалось находиться не более 15 минут. После этого они переходили в помещение для месья, в котором располагались огромные медные емкости, наполненные водой различной температуры. Смыв себя пот и грязь, посетители переходили в следующие помещения, в которых они предавались различным процедурам по уходу за телом. Разумеется, все эти процедуры знатные римляне проделывали не сами, так как при термах существовал целый штат служителей различных специальностей. Были мойщики, которые специальными скребницами из слоновой кости или из ценных пород дерева очищали тела посетителей. Были также специалисты, поддерживающие в помещениях нужную температуру и доставляющие воду. Были массажисты и специалисты по уходу за ногтями на руках и на ногах. Были даже особые искусники, безболезненно проводящие депиляцию, вырывая нежелательные волосы. Позже в штате Терм появились медики, которые при случае могли сделать кровопускание или вылечить зубы. Римские медики справедливо полагали, что вода и пар способны поистине творить чудеса. А знаменитый врач Аскрепиат даже выработал медицинскую доктрину, согласно которой лечить больных следует правильно, скоро и приятно. Именно такое лечение и возможно в бане. Сочетание горячего пара, массажа и холодных обливаний закаливали и укрепляли организм, мобилизуя его защитные силы для борьбы с болезнью. Лечебный эффект от банных процедур усиливался еще и тем, что в бане поставлялась вода из термальных, то есть подземных источников. А эта вода, как известно, содержит огромное количество полезных минералов и солей. Особые свойства термальной воды значительно повышали целебную и оздоровительную силу банных процедур. Еще одно свидетельство того, что баня используется для лечения заболеваний, мы находим в лингвистике. Некоторые ученые предполагают, что само название бани произошло от латинского слова, которое переводится как исцелять боль. И от этого же произошла специальная отрасль медицины – баниология, использующая для лечения больных целебные силы специфических природных ресурсов – воды, грязи и ил. Кстати говоря, и по сей день лечебные свойства термальных вод широко используются в традиционной медицине, а там, где находятся подземные источники, располагаются наиболее известные курорты. Причем большинство таких курортов возникло на основе древнеримских терм. В риме они часто использовали и лечение холодной водой. В период царствования Октавиана Августа это существенно сказалось на положении врачей. Император освободил их от налогов после того, как притворный врач Антони Муза вылечил его с помощью холодной воды от хронического ревматизма. Первыми врачами в Риме были выходцы из Греции, большей частью рабы, которые лечили своего хозяина и его родственников. Их профессиональный уровень был достаточно высок для того времени. Каждый состоятельный римляни стремился иметь собственного врача-раба, который лечил семью своего хозяина и всех его родственников. Высокий культурный и профессиональный уровень врача-раба постепенно поднимал его в глазах хозяина. Свободная практика такого врача представлялась рабовладельцу весьма доходной. Поэтому рабов-специалистов за определенную плату стали отпускать на свободные заработки. Врач-отпущенник был обязан бесплатно лечить своего бывшего владельца, его семью, рабов и друзей и отдавать ему часть доходов. Периодически врачи-отпущенники оставались зависимыми от рабовладельцев, и римское общество долгое время относилось к ним с некоторым презрением. Легенда об Эскулапе. Храмовая медицина Древнего Рима не имела никаких особенностей по сравнению с храмовой медициной Древней Греции или Древнего Востока. Она появилась в Риме во время эпидемии чумы в начале III века до н.э. Плутарх и Овидий подробно описывают, как римляне привезли на корабля в Рим бога Эскулапа в образе змеи. В память об этом событии вокруг острова на реке Тимбор были выложены камни, которые повторяли очертания корабля. Там была сооружена храмовая лечебница, подобная греческой. Остров стал называться именем Эскулапа и печально прославился тем, что на него свозили и бросали там рабов, признанных неизлечимыми или слабыми. В то время рабов, как правило, не лечили, и хозяин считал, что он вправе не оказывать никакой помощи заболевшему рабу. Поэтому больного раба отправляли на этот остров и оставляли там умирать. В случае выздоровления такой раб становился свободным и не должен был возвращаться к рабовладельцу. Греческие традиции в медицине. Греческие врачи считали, что объяснить причины болезни можно, познав природу человека. Именно поэтому медицина Греции была так тесно связана с философией, с учениями о стихиях, первоначалах мира, изложенных в трудах Аристотеля. На основе гуморальной теории были разработаны классические приемы лечения противоположных. Избыток сухости устраняли влажностью, холодом, теплом, усталость отдыхом, истощением усиленным питанием. Теплое и холодное, согласно учения Аристотеля, было активным качеством, сухое и влажное – пассивным. Из четырех качеств особое место занимала теплота, которой принадлежала существенная роль во многих природных процессах, в том числе происходящих в организме человека. Такие представления перешли в римскую медицину из греческой. О значении теплоты для возникновения и поддержания жизни часто писали римские акторы. Греческое влияние на формирование римской культуры стало особенно заметным после завоевания Греции римлянами в 146 году до н.э. Число врачей, выходцев из Греции, особенно увеличилось после того, как в 46 году до н.э. император Юлий Цезарь издал указ, предоставляющий иноземным врачам почетное право римского гражданства. Медицина относилась к практическим наукам, искусствам. Однако большое влияние на нее традиционно оказывала философия. Во многом римская медицина сформировалась под влиянием Александрийских эмпириков. Во II-I веках н.э., как и в последующие столетия, среди римлян было популярно это мистическое учение эпикур. Виднейшим представителем римского эпикуреизма в I веке н.э. Являлся поэт Тит Лукреций Карр. Лукреций изложил учение эпикура в своей поэме «О природе вещей», своего рода энциклопедий, содержавший также сведения о медицине, в частности о возникновении и распространении заразных болезней. Существует немало семян всевозможных, как указал я уже, из которых одни животворны, но и немало других, что бреваль приводит к болезням и смерти. Под очевидным влиянием учения эпикура сложились также взгляды современника Лукреция, видного римского врача Асклипиада. Здоровье по Асклипиаду сохраняется при нормальном движении частиц тела и нормальном состоянии пустых пространств между частицами, полом и каналом. При их засорении и закупорке, при застое или нарушении движения частиц возникают болезни. Асклипиад считал, что сведущий в медицине человек, идущий здоровый и правильный образ жизни, понимающий значение движения, сам в состоянии поддерживать свое здоровье, не нуждается в услугах врача. Являя собой пример подтверждения этой теории, сам он никогда не болел и умер глубоким стариком в результате несчастного случая. Он советовал своим пациентам ходить пешком и ездить верхом на лошадях, путешествовать в кибитке и на корабле, словом, находиться в постоянном движении. Парализованных он советовал носить на коврах и раскачивать. Главную задачу своего лечения видел в том, чтобы расширить поры, привести в движение застоявшиеся частицы. Каждый метод его лечения был детально разработан и применялся строго индивидуально. Медикаменты назначались крайне редко. Также ему предписывают изобретение трахеатомии. Основываясь на положении Эпикура, что природа может вредить, а вредные желания следует сурово подавлять, он, первый из врачей, указал, что природа не всегда благожелательна и непогрешима, а наоборот, нерепко способна мешать исцелению организма. Склепиатт отверг идеалистические представления, что болезнь есть кара богов, и раз начавшись, должна обязательно пройти все фазы, заканчиваясь смертью больного или его выздоровлением. По Склепиаду болезнь может остановиться на любой фазе и развиваться в обратном направлении. Также он пошел дальше Гиппократа и считал, что врачебное вмешательство можно прерывать ход болезни. За эти мысли он подвергся нападкам со стороны Цельса и Галена. Склепиатт и его школа представляли передовое материалистическое направление в медицине Древнего Рима. Этому направлению противостояло реакционное и террористическое направление, которое особенно оживилось в период империи. Склепиатт был твердо убежден, что человек, имеющий достаточное познание в медицине, никогда не заболеет. Особое значение он придавал невидимому дыханию кожи. Большое место в его лечении занимало климатическое лечение. В полном соответствии с эпикурейской философией принцип Склепиата заключался в том, чтобы лечить верно, быстро и приятно. Последователи Склепиата образовали так называемую методическую школу в медицине. Среди многочисленных последователей методическая школа позднее, во втором веке н.э. велилили Саран из Эфеса. Он разрабатывал некоторые теоретические положения в медицине, но главным образом известен своей практической деятельностью в области акушерства, женских болезней, а также болезней новорожденных при уходе за ними. Среди выдающихся римских авторов необходимо прежде всего упомянуть Цельса и Диаскорида. В их трудах нашли отражение разнообразные медицинские знания Рима. Цельс пишет, что медицина в его время распалась на три направления. Эмпирическое, методическое и догматическое. Первые два были основаны, соответственно, на трудах врачей Александрийской школы и учении Асклепиада. Основой третьего было учение Гиппократа. Медицина, скептически замечает автор, искусство гадательное. Во многих случаях продает не только теория, но и практика, ибо в самом деле лихорадка, аппетит, сон – явление, не имеющее склонности быть неизменяемым. Он приводит множество сведений о хирургии, отмечая заслуги Гиппократа и врачей Александрийской школы в этой области. Обстоятельно пишет о зубоврачебном искусстве и дает классический портрет хирурга. Хирургу следует быть молодым или недалеким от молодости. Рука его должна быть опытной и твердой, никогда не дрожащей. Он должен уметь одинаково пользоваться и правой, и левой рукой. Его взгляд должен быть точен и проницателен. Сердце – недоступным страху и состраданию. Имея главной целью – излечение больного, не давая смутить себя криком, не показывая больше поспешности, чем того требует случай, и не рассекая менее чем следует, он должен вести операцию так, как если бы жалобы пациента до него не доходили. Цельс подобно излагал содержание трудов Герофила и других врачей Александрийской школы. И его сочинение на протяжении столетий было едва ли не единственным серьезным источником знаний об Александрийском периоде развития медицины, который длился около 300 лет. Цельс разделил лекарства на общие и специальные. Под общими понимались те, которые рекомендовал Гиппократ в соответствии с комморальной теорией – холодные, горячие, сухие и влажные. Специальными лекарствами назывались такие, которые подбирались эмпирическим путем для лечения конкретного состояния. Кровоостанавливающие лед, уксус, очистительные, был пычья желчь, стягивающие, квасцы, бура, прожигающие, чеснок и перец и так далее. О сочинении диаскорида я уже рассказывала. Стоит только сказать, что его сочинение на протяжении 16-ти столетий считалось в Европе самым авторитетным источником по лекарственным травам.